Кубасская сельская библиотека редко когда пустует. Здесь всегда есть читатели, причем самых разных возрастов. Старейшая в Чистопольском районе библиотека – одно из любимых мест большинства местных жителей. Провести время за чтением любимой книги сюда приходят и дети, и взрослые, не говоря уже о пенсионерах. Они самые частые посетители библиотеки. Людмила Кадычкова на заслуженном отдыхе уже несколько лет. Всю жизнь работала учителем. Читать любила всегда. В библиотеку пенсионерка приходит несколько раз в неделю. Наверное, прочитала большую часть дешних книг, признается женщина. Вот поскольку я здесь с 95-го года читаю, у нас богатая библиотека. В том плане, у нас есть справочная литература, причем книги постоянно обновляются. У нас есть литература советского периода. У нас есть прекрасная литература постсоветского периода. И, знаете, на любой жанр, на любой вкус литературу можно найти. В этом году библиотеке исполнилось 85 лет. В ее фонде хранятся более 13 тысяч экземпляров книг. И он постоянно обновляется, пополняется новыми современными изданиями. Проводятся в библиотеке самые разнообразные мероприятия. Творческие встречи, литературные вечера нацелены на самую разную аудиторию. Словом, несмотря на свой солидный возраст, библиотека работает в ногу со временем. В прошлом году Кубанская сельская библиотека выиграла 100 тысяч рублей как лучшая библиотека, находящаяся на территории сельского поселения. Полученные деньги пошли на улучшение материальной технической базы. По программе оснащения модульных библиотек мы получили проектор, экран, ноутбук. О библиотеке я очень довольна, очень довольна библиотекарем. Она очень творческая, очень думающая девочка. Конечно, она начала, сложно, наверное, было работать, но она уже прекрасно разбирается. Иногда бывает так, что я приду без очков и говорю, Алина, мне нужно, скажем, такой писатель, такую книгу. Тут же моментально идет. С ней очень интересно общаться, интересно работать. Алина Штурмин руководит библиотекой последние три года. Она досталась ей с огромным книжным фондом, читателями и музеем старины. Он размещается в одном здании с библиотекой в сельском доме культуры. Основала музей много лет назад местная жительница и бывший библиотекарь Александра Захарова. Все экспонаты предоставлены сельчанами, поэтому музей особенно дорог всем им. Кстати, жители Кубас активны участники всех мероприятий. Пришли они и на праздник в честь юбилея своей любимой библиотеки. Что бы делал ученик, если бы не было бы книг, если бы все и все жили разом, что писали для детей, от волшебных добрых сказок до веселых повестей. В этот праздничный и знаменательный день для всех жителей села со сцены звучали стихи, песни, веселая музыка. Конечно, не забыли и о постоянных читателях библиотеки. Их отметили памятными призами. Праздник получился веселым и душевным, как в большой дружной семье, каковой являются и все жители Кубас.